Ничем особо не отличается от прошлых сезонов. Единственное, был такой момент, когда в середине июля, где-то, наверное, такая прям усталость, после сборов был прям конкретный спад. Это было не только у меня, это было практически у всей команды, но это нормальные вещи, после сборов всегда идет спад, потом идет подъем. Но надеюсь, что мы к Кубку России подошли с подъемом. Ну ладно, сейчас, конечно, ушла Михаличенко, ушли некоторые игроки, но все равно я не думаю, что какая-то команда будет сдаваться и отдавать просто так игры, от того, что у них ушли игроки, и чуть-чуть, может быть, где-то ослаб состав. Астраханочка, наоборот, очень сильно усилилась, и наши игроки туда перешли, и каждый друг другу будет что-то доказывать, и как постараться показывать игру свою, чтобы ты посмотрел, откуда ты ушел. Ну, когда бывает, что я и 60 минут могу отыграть, когда 40, когда 15 минут, и все, уже можно уносить. Ну, всегда по-разному, но сама я на замену никогда в жизни не покрошусь. Я всегда хочу играть, мне не важно, какая это будет команда, слабее, сильнее. Ну, я слабая команда, я что-то нарабатываю свое, сильно, я наоборот пытаюсь тянуться и показать, что я тоже чего-то могу. Конечно, мне приятно, что я бомбардир команды, но если это будет помогать как-то моей команде, и моя команда будет в медалях, то это для меня будет самое крутое, что есть в карьере. Все последние сезоны сейчас самая дружная команда у нас нет такого, что кто-то с кем-то не хочет общаться или еще что-то подобное. Кто-то идет там гулять на Красную в кафе, с удовольствием напишут в группу, пригласят всех, и кто может, тот идет. Нет такого, что я напишу только ей, а другими я писать не буду. Ну, это круто. Я надеюсь, что это нам поможет в этом сезоне, потому что сплочение команды – это тоже какое-никакое такое пино. Собираемся без тренеров как раз таки, чтобы обсудить что-то там, понять, ну, как мы будем играть в защите, потому что тренеры зачастую требуют одно, а на площадке играем мы, и он, ну, до всех докричаться он не сможет. Как бы тут должна включаться голова и командная игра, и, ну, таким образом мы пытаемся как-то взаимодействовать друг с другом. 10 лет в одном клубе, я хочу здесь продолжать карьеру и защищаться так и баню. Бороться за медали, но не всегда, не каждая команда за год может выстроить все так, чтобы бороться за медали прям сразу. Ну, потихонечку, потихонечку идем к победам. Когда присутствуют болельщики наши, когда приходят футбольные болельщики, и они, ну, производят такую шумиху, это, конечно, еще больше тебя вдохновляет и ты для них играешь, но мы играем для каждого болельщика, даже если он не смог прийти, где-то в голове он все равно за нас болеет, и мы об этом знаем. Ну, наши болельщики, они всегда знают. Редактор субтитров А.Семкин